Почему вы не баллотируетесь с президентом? Ты знаешь, Нинара, никогда не говори никогда, говорят. У нас слишком большая сакрализация власти. Я вор международного масштаба. Слушайте, ну это кайф, да, в 40 лет все это имеется? 7 лет в судах провел ради восстановления справедливости. Сколько метров у вас яхта была? 70 метров, одна яхта. 70 метров, одна яхта. Я оппонент всему неразумному и всему неэффективному. Блин, опозорила весь наш лод. На свою задницу ищу приключения. Это ужасно быть в розыске Интерпола. Мой первый вопрос. Почему вы не баллотируетесь с президентой? Ну, ты прям с места в карьере, Нинара. Почему баллотируешься? А зачем мне это нужно? Ну, это было ожидаемо. У вас такая огромная аудитория. Я вчера была на первом дне форума Кэйдзен Клаб. И я смотрю на аудиторию. Бизнесмены все такие продвинутые, да, у всех. Ну, все хорошо. У вас такая прокачанная аудитория. Ну, смотрите, я считаю, основная ошибка. И вообще большинство людей вот мне этот вопрос задают. Я считаю, основная ошибка мышления здесь заключается в том, что люди думают, что надо делать то, исходя из того, что у тебя есть. И вот мне говорят, ты по-казахски хорошо говоришь, ты сам Саула, ты мусульманин. Плюс в то же время ты светский человек, общаешься, у тебя много знакомых в среде интеллигенции, бизнесменов, есть деньги и так далее. Почему? Я говорю, это неправильный подход. Это, знаете, как многие бизнесмены, они создают свой бизнес на основе не того, что они хотят, а на основе того, что у них есть. Вот там я сам видел несколько проектов, когда вот построили завод не в том месте. Сырье вообще вдалеке, а он построил завод здесь. Я спрашиваю, почему построил? Он говорит, да потому что у меня здесь была территория и старый гараж заброшенный. Я ходил, подумал, что можно сделать на этом месте и взял на месте гаража, построил завод. Но этот завод не рентабельный, потому что сырье далеко. Поэтому я говорю, всегда, когда решаете, чем заняться, исходите из того, чем вы хотите заниматься, а не из того, что у вас есть. Поэтому то, что у меня есть определенные вещи для баллотирования на президента, либо от депутата. У вас есть электорат? Ну, даже есть электорат. Это не значит, что я должен это делать. Я считаю, что я должен делать то, что делает меня счастливее. Ну, многие просто ожидали от вас. Ну, ожидание людей, это больше же проблема самих людей, а не меня. Поэтому я считаю, неправильное ожидание. Я преследую свою цель. Я хочу прожить счастливую жизнь с пользователями общества. Но в будущем, скажем, через 7 лет, возможно такое, что Маргулан Сесимбай будет баллотироваться в президенты? Ты знаешь, Нинар, никогда не говори, никогда говорят. И сегодня, когда Мирюэрт, ведущая, задавала, с чем у вас ассоциируется будущее, я сказал, что у меня будущее ассоциируется со словом счастье. А сзади меня один парень крикнул, что у него ассоциируется со словом приключения. И мне его формулировка понравилась больше. И поэтому я от будущего жду тоже приключения. Мне нравятся сами приключения, проживать разную жизнь. И через 7 лет, во-первых, никто не знает, что будет, но я знаю, что я могу в политику идти только тогда, когда будет крайняя необходимость. Если там будет какой-то бардак, если реально там кризис, где-то надо реально помочь, быстро зайти, выйти. В этом плане, вот, больше для меня ролевая модель может быть Роза Атумбаева в Кыргызстане. Зашла, там, навела порядок, вышла. Как кризис-менеджер, да? Все, а там сидеть, заниматься вот этими протокольными делами, это совсем не мое. Я абсолютно свободолюбивый человек. То есть то, что вы сейчас не в политике, это говорит о том, что у нас все хорошо? Это говорит о том, что у нас не прям все супер хорошо, но больше хорошо, нежели плохо. Где этот клиент? Помните, вы помогли. Ребята, что случилось? Почему вы так шумите? Мы не можем найти данные клиента. Потеряли приложение к договору, скоро съемки, мы не знаем, что делать. Ребята, зарегистрируйтесь бесплатно с РЭМ-систему Битрикс24. Вы никогда не потеряете ни одного клиента. А-а-а, так можно было? Ну, конечно. С РЭМ – это особый подход к ведению бизнеса. Битрикс24 помнит про всех ваших клиентов. Она также напомнит про звонок или письмо, покажет, какой товар лучше продается, а также кто из менеджеров самый эффективный. А еще у Битрикс24 есть интеграция с соцсетями и мессенджерами. Регистрируйтесь в Битрикс24 по ссылке в описании. Ну, все, пока. Давайте вспомним 2008 год. 6 миллиардов долларов вы потеряли, на вас заводилось 5 уголовных дел. 2008 год был вообще не ваш год, да? Он у вас, наверное, такой самый худший был, да, год? 2008-2009 два года, да. Но, тем не менее, вы возродились, да, вы восстали из пепла. А вот сколько у вас времени ушло на то, чтобы восстановить себе имя, бизнес и то, что вы имели? Ну, смотрите, в 2009 году у меня отняли все активы. И, кстати, сразу для тех, кто думает, что отняли только банк, на самом деле у меня отняли долю большой нефтяной компании, у меня компанию по недвижимости отняли, у меня отняли активы, которые были в России. То есть те, которые вообще не имели никакого отношения к банку. Потому что многие думают, что это был только Альянс Банк. А все думают, что это был проблемой в банке, поэтому якобы забрали. Нифига подобного. Более того, я вам скажу, что государство в Альянс Банк не закачало ни одного тенге помощи. Ни одного. Это я прям могу ответственно заявлять, потому что я в суде доказал такую вещь, что они взяли с Альянс Банка 100 миллиардов тенге, купили облигации саморук казны, и через день вернули эти деньги, купив облигации Альянс Банка. Но вот эту часть, которую выгоняли, они не говорили, а ту часть, которую они саморука загнали, через день они объявили, что якобы помощь. На суде выступала как казначей Альянс Банка, так и казначей саморук казны, и оба подтвердили, и еще была отчетность, которая была опубликована на бирже. То есть это белыми нитками шито, абсолютная такая криминальная история. И при этом в этом принимал участие Карим Масимов непосредственно. Это тот человек, который озвучивал эти требования. Причем это озвучивал он не один. Там были и министр финансов в то время, и регулятор. Там целая группа, я могу по именам назвать, в принципе, не проблема. Так вот, после того момента, когда на меня возбудили уголовные дела, моя главная цель была, это первое, сохранить свободу, второе, отбиться юридически. Я на это потратил 7 лет. В 16-м году, в сентябре, я получил последнее решение Верховного суда Англии, о том, что решение принято в мою пользу, и Верховный суд Англии запретил саморук казне подавать против меня иски. Потому что они просто там всех достали уже исками своими. И в 16-м году я потихоньку начал вести свой дневник. Это не был блог, это был дневник в Фейсбуке. Дело в том, что мне всегда нравилось, как моя жена ведет дневник. И я всегда завидовал. У меня вот установка с советских времен, что тот человек, который ведет дневник, это какой-то человек такой глубоко интеллигентный, такой самодисциплинированный. Вот у меня такой был комплекс, что я не могу это делать. Я думаю, я буду вести дневник в Фейсбуке для себя, свои впечатления, прикладывать фотографии, чтобы потом через годы пересматривать. Но неожиданно мой дневник начал становиться более интересным для людей. Люди начали читать, подписываться. И так постепенно, постепенно, постепенно. А так как я человек, который все пытаюсь делать профессионально и все качественно, я уже начал изучать эту тему и уже начал целенаправленно становиться блогером. В 2017 году я помню очень хорошо ваше выступление на форуме, который проводил Харат Худайберген. Это было, по-моему, одно из ваших первых выступлений. И после этого начался поток ваших выступлений, больших интервью. И вчера вы говорили о том, что о mental wellness, о ментальном здоровье, о том, что сейчас будут востребованы спикеры, которые об этом говорят. То есть вы такое ощущение, как будто предчувствовали этот тренд. То есть вы это начали делать почему? Ты знаешь, вот я всегда в жизни имел проблемы из-за того, что всю жизнь я хотел иметь роскошь говорить то, что думаю. Не так, что думаешь одно, а говоришь другое. Делаешь третье. Делаешь третье. Нет. Я считаю, это часть личности. Потому что личность, она не может жить в условиях, когда ты не можешь высказать. Поэтому на форуме, когда меня пригласили, я действительно высказался по идеологии на тот момент. А идеология у нас была никакая. Вот эти разные билборды, разные там, я даже забыл, как эта программа называлась. И я высказался, и этот ролик стал вирусным. А дальше я просто продолжал говорить то, что думаю. Просто продолжал говорить то, что думаю. И считаю, что это основным своим достижением. Не деньги, не все остальное. А вот помимо своей физической свободы, я считаю, одной из своих побед, то, что я могу, сейчас говорить то, что я думаю. Но вы это начали делать системно, да? То есть последовательно. То есть это не просто, что вы, наверное, не ждали приглашения. То есть вы уже сами стали инициаторами. У вас там образовательная платформа появилась. Честно говоря, я шел на поводу запроса. Я публиковал много полезных материалов, много вещей, которые откликались у людей. И глядя на настроение аудитории и на их запросы, я начал публиковать то, что я думаю. И это касалось и бизнеса, и общественных дел, и семейных дел, и политики в том числе. Дело в том, что в мире существуют универсальные законы. Если ты их соблюдаешь, то ты становишься эффективным везде. И в политике, и в бизнесе, и в семье, и везде. Поэтому я начал говорить об этом, и людям это было интересно. А что это за законы такие? Ну, смотрите, есть проблема нас, людей, в том, что мы воспитаны в советской системе, и у нас очень много ложных установок. Относительно денег, относительно общества, относительно власти. У нас слишком большая сакрализация власти. Нам кажется, власть до сих пор, что власть это что-то такое, дано сверху Богом, а не тем, что мы своей пассивностью допустили к власти таких людей. Мы считаем, что во всем виновата власть, а не мы, которые ее выбрали. Или не мы, которые не требуем от нее. Мы думаем, что власть для нас должна все решить, все сделать. То есть мы до сих пор хотим такого, знаете, волшебной палочки доброго царя. Мы не понимаем еще как общество, что наша судьба в наших руках. В руках Всевышнего прежде всего, а потом в наших руках. Но даже в исламе говорится, на Аллаха надейся, верблюда привязывай. Поэтому вот вторую часть мы не делаем. Мы только надеемся, но ничего от себя зависящего не делаем. Поэтому моя задача была все время пробуждать людей, побуждать людей к активным действиям, то есть в плане мышления, винить в отношении во всем себя. Вот в чем неправильность, например? Я всегда призываю винить во всем себя. Потому что когда ты винишь правительство, президента, соседа, конкурента, у тебя нет смысла самому меняться. Потому что зачем тебе меняться, если ты идеальный, а не дураки? А когда ты говоришь, я сам во всем виноват, что оказался в этой ситуации, у тебя возникает следующий вопрос. Что я должен сделать, чтобы не попасть второй раз в такую ситуацию? И у тебя появляется алгоритм и план действий. И ты меняешься. Вот поэтому после 2009 года, когда у меня отняли активы, я говорю, у меня нет врагов. Я виню во всем себя. Я извлек уроки, и я понял, что нужно делать, чтобы в следующий раз не попасть в такую ситуацию. После этого вы не попадали никогда в такой ситуации, что вы могли себя винить, что вы неправильно поступили? С 2009 года были такие ситуации? Дело в том, что ошибок я всегда совершаю очень много. В последний раз, когда это было? Это моя фишка. Это постоянно происходит. Просто размер ошибок начал падать. Вы знаете, профессионализм – это не вопрос, когда ты не совершаешь ошибки. Это вопрос, когда твои ошибки начинают становиться меньше и меньше, и твои результаты становятся стабильнее. То есть профессионализм – это про стабильность и уменьшение волатильности. Но без ошибок как-то скучно тоже. Нет, ошибки нужны, они нужны постоянно, и их нужно делать постоянно. Дело в том, что это единственный способ как-то эволюционировать и развиваться. Я не верю в развитие без ошибок. Во-первых, последовательность такая, ты совершаешь ошибку. Во-первых, первое, ты начинаешь делать то, что ты не знаешь, неизведанное. Из-за того, что ты делаешь то, что неизведанное, то, что ты до этого не делал, ты совершаешь ошибку. После совершения ошибки у тебя появляется проблема. И после решения проблемы ты выходишь на следующий уровень. И это неизведанное для тебя уже становится изведанной территорией. И ты дальше открываешь территорию. То есть движение или прогресс, эволюция человека происходит именно через ошибки и через решение проблем. Поэтому я считаю, что совершение ошибок – это абсолютно правильно, это нормально. И решение проблем тоже важно. В этом плане, поверьте мне, мне у каждого человека в жизни, даже у профессионала, куча ошибок. Более того, профессионал сам себе создает их. Не надо их стесняться. Во-первых, не надо их стесняться. Кстати, ваша фишка в том, что практически во всех интервью, там, Гордон, Черняку, да, вы как раз везде говорите о своих фейлах. И мне кажется, что это вот именно то, что подкупило многих, ну, по крайней мере, зрителей СНГ. То есть вы так легко рассказывали о том, как вы теряли миллиарды, потом их снова восстанавливали. Смотрите, отличие профессионала от любителя в том, что любитель, простой человек, он избегает ошибок и проблем. А профессионал, даже если у него нет ошибок и проблем, он сам их себе создает. Есть книга хорошая, от хорошего к великим. И там описывается про великие компании. И там говорится, что великая компания всегда сама себе создает проблемы. Сама себе создает проблемы, потом их решает. И слава Аллаху, я создан таким человеком, прежде всего Аллаху, во-вторых, моим родителям, что я сам всегда на свою задницу ищу приключения. Ну, у вас, знаете, какие-то интересные приключения? У меня задница так любит приключения, а ты не представляешь, наверное. Я представляю. А другое дело, что мне повезло то, что мне дали два хороших себе качества. Это первое, задница, которая любит приключения, и мозг, который анализирует и делает выводы из этих приключений. А еще мне кажется, что вы никогда не сдаетесь. Пять уголовных дел, да, там, шесть миллиардов долларов потерять. Человек другой, да, он бы, я не знаю, пошел бы повесился, наверное, там, я не знаю. Ну, сидел бы в тюрьме. Ну, Динар, здесь, смотри, все зависит от отношения к жизни. Проблема большинства людей в том, что они очень серьезно воспринимают жизнь и очень серьезно воспринимают себя в этой жизни. Я к этой жизни отношусь, играющий, вообще не парюсь в этом плане. Я представляю себя, как будто меня Аллах бросил на эту землю, чтобы я изучил, как устроен этот мир и добился успеха. Соответственно, я знаю, что я буду совершать ошибки, я знаю, что я буду косячить. Моя задача не совершить ошибок с необратимыми последствиями, первое. Второе, моя задача не совершать повторяющихся ошибок. И третье, моя задача не совершать ошибок морального плана. Ну, именно то потом, за что будет всю жизнь стыдно, да. Соответственно, и вот это такая игра. Я пытаюсь раз, у меня неудача, я признаю, многие даже удивляются, говорят, как вы признаете, если где-то у вас там факапы, ошибки. Я говорю, а что? Зато я знаю, что в следующий раз этого не будет. Я лучше в этот раз признаюсь, получу обратную связь, в следующий раз это не будет. У нас вообще не принято в Казахстане признавать ошибки публично. Это вот Голливуд там на этом, да, играет. То, что там они накосячили, потом они садятся перед камнем, говорят, I'm so sorry. И там все снова прощают этого человека. У нас в Казахстане не принято признаваться, раскаиваться. Смотрите, я же говорю, люди слишком серьезно воспринимают себя и слишком серьезно воспринимают свою репутацию. После 2009 года, когда у меня все отняли, это же был не просто потеря активов, это всю мою репутацию истоптали, облили по-моему финансовая полиция, что я мошенник и так далее. Но даже из этого я извлек урок и говорил, я вор международного масштаба, потому что я был в розыске в Интерполе. Это ужасно быть в розыске Интерпола, если же просто врагу не пожелаешь. Ну да, но смотрите, при этом очень важно, я тогда заметил такую вещь, что я подумал, да нафиг мне эта репутация нужна. В тот момент я подумал, да нафиг, мне такая репутация нужна. И потом я пришел к интересному заключению, я сделал для себя правило. Слушайте, если вы вынуждены защищать свою репутацию, то значит ее у вас нет. Парадоксально, если вы вынуждены защищать свою репутацию, то значит ее у вас нет. Потому что смотри, сейчас, предположим, сколько бы грязи на меня не налили, если я начну оправдываться, то люди подумают, ааа, значит что-то есть. А если я не оправдываюсь, я знаю, и моя репутация падает, значит ее у меня не было. А если она у меня есть, разве в твоих глазах, прочитав три паршивые статьи про меня, в твоих глазах я упаду, например? Нет. Навряд ли, навряд ли. Потому что если репутация есть, ее защищать не надо. Но если бы, смотрите, если бы вы не вернулись в Казахстан, да, если бы вы не проделали тот путь, который вы проделали, да, не восстановили свое имя, бизнес, да, не собрали такое сообщество. Если бы вы просто вот оставили бы эти уголовные дела, ушли бы, да, там, не знаю, как Аблязов, например, улетели бы и там стали бы оппозицией, да, то мы бы и так и думали. Мы бы думали действительно. Ну вот смотри, здесь разница в чем. Я когда вернулся в Казахстан, я же не защищал свою репутацию. Я вернулся в Казахстан и начал... Не, но вы же юридически защитили свое имя. Ну это чисто юридически. Это не про репутацию. Я в тот момент защищал свою свободу. Я больше защищал свою свободу. Это первое для меня важно. Второе для меня было важно, чтобы победила справедливость. Это не про репутацию, не про мнение людей. Поверьте мне, я судился не для того, чтобы в глазах людей быть красавчиком, а для того, чтобы во мне огромное чувство вот этой несправедливости. Для меня самое тяжело переживать. Это не сидеть в тюрьме, не потерять активы, а вот чувствовать, что с тобой поступили несправедливо, наверное, это самая сильная боль, которую человек может испытать. Ну и она же и двигала, да, Валя? И она двигала меня юридически, чтобы все это доказать. Но это не было про то, что про меня люди подумают. Мне пофиг было, что подумают люди. Для меня важно было, первое, остаться на свободе, во-вторых, доказать, что я не вор, не мошенник, не кто-то. То есть восстановить справедливость. Ну это вот хороший кейс. Я второй раз в своей жизни слышу. Жанна Ахметова, которая потеряла свою дочь в Москве, помнишь? Она 4 года сама без адвокатов медленно, но верно проигрывала суды, снова апелляция проигрывала. И она посадила этого парня, доказала, что он ее толкнул. Молодец. Да, то есть она тоже 4 года у нее ушла. Ну это больше про репутацию, а не про справедливость. Но у вас тоже же про справедливость. Да, про справедливость. Для меня важно, что я 7 лет в судах провел ради восстановления справедливости. Ну а затем вы начали восстанавливать репутацию. Нет, я просто начал жить той жизнью, которая есть, и показывать людям, какой я есть. Я не пытался там приукрасить себя, я не пытался как-то репутацию что-то, пофиг. Я знаю такую вещь. После 2009 года я четко понял. Деньги, власть и слава – это самые быстрые вещи, которые предают человека. Очень быстро предают человек. Это самые предательские вещи. Поэтому я не верю ни деньгам, ни власти, ни славе. Не верю. Поэтому я к этому отношусь очень просто. Поэтому, может быть, и мое отношение к хейтерам, в принципе, нормальное. И вот ваша фишка в том, что вот вы такой, какой вы в жизни, такой же вы на сцене. И когда вы на сцене, я вчера себя поймала на мысли, что я нахожусь на каком-то стендапе. Локейшн, локейшн, локейшн. То есть очень важно, не что ты продаешь, а где ты продаешь. Потому что если вы даже летом будете продавать валенки, валенки в июле месяце будете продавать в московском метро, вы все равно найдете своего покупателя. Потому что трафик. Я считаю, в любом разговоре главные две вещи. Первое – это откровенность. А второе – это передать мысль. А все остальное – форма. В какой форме, какими грамматическими оборотами и так далее. Это уже форма. Для меня важна суть. Первое – это потому что, когда ты говоришь откровенно, ты передаешь энергию. Когда ты говоришь. И второе – мысль – это и есть сама энергия. Для меня… Почему я, например, легко учусь иностранным языкам? Потому что я могу выучить 20 слов и уже начать общаться. Потому что дальше у меня есть руки, глаза, мимика. Я как-то объясняю людям, что я хочу и так далее. И у меня жена часто удивляется. Как ты на итальянском заговорил, на французском заговорил? А потому что есть мимика, слова, улыбки и так далее. Важно же передать мысль, а не то, как ты это передаешь. А у вас сейчас огромное сообщество. Вашему кайдзен-клубу всего год оказывается, да? Да. До 3 сентября в прошлом году. Слушайте, ну за год вы набрали большую аудиторию. Для чего? Ну, во-первых, вы знаете, один из компонентов счастья – это среда, в которой ты живешь. Ты не можешь быть счастлив, если ты живешь в трущобе. Ты не можешь быть счастлив среди людей-негативщиков. Ты не можешь быть счастлив среди завистников, среди бедных людей, которые не могут на что жить, а ты здесь шикуешь и так далее. Поэтому моя цель была создать среду, в которой мне приятно жить, где я чувствую себя счастливым. Поэтому я начал собирать вокруг себя людей по образу жизни. Поэтому компания у меня называется Margolan Lifestyle Company. То есть именно компания Life – стиль такого стиля жизни. Поэтому вокруг меня собираются такие люди, и нам интересно. Мне интересно с ними, потому что я учусь у них многому. Очень важно получать обратную связь от людей. Плюс очень важно и для долгожительства, и для счастья иметь друзей среди разных поколений. У меня есть друзья старше меня на 10-20 лет. У меня есть друзья младше меня на 30 лет. И это такой кайф. Я дружу и с пацанами, я дружу и со стариками. И это на самом деле неоценимо. И это приносит удовольствие и счастье в жизни. Как-то в одном из интервью говорили о том, что у вас для дружбы тоже есть специально отведенное время. Сейчас так же? Смотрите, это не для дружбы. Для дружбы время как бы всегда. Но просто есть мероприятия дружеские, которые я называю кластеризацией времени. Я обычно там после 6 вечера – это время, посвященное моей семье и моим друзьям. И там пару раз в неделю. Ну, поэтому это не так, что я… То есть, если к вам может позвонить ваш друг, сказать, пойдемте пообедаем, вы скажете «сори» после семьи. Ну, он так говорит, мои друзья знают, что я достаточно занятый человек. Но когда они что-то предлагают и заранее мы согласовываем, не проблема. Я всегда хожу на мероприятия, общаюсь. При этом, когда я хожу на вечеринки или встречу с друзьями, я не думаю об эффективности вообще. Насколько это время проведено эффективно, насколько там я что-то новое узнал и так далее, или еще приобрел. Нет. Потому что эффективность всегда пляшет от целей. А моя цель – прожить счастливую жизнь. Поэтому, если мне с друзьями я чувствую себя счастливым, значит, я эффективен. Неважно, о чем мы говорим. Мы, может, говорим там о том, как сварить раков, или там как поймать сазана, или, может, как поохотились на гуся, или, может быть, как ставить палатку или ездить на багги. Не имеет значения. Маргулан Галевич, среда, которую вы создаете вокруг себя, она же тоже проходит через сито. Не у всех есть, знаете, 10 тысяч долларов там с вами на багги покататься. То есть вы тоже такое, знаете, через сито проводите. Смотрите, это в обязательном порядке. Дело в том, что я в свое время, когда начал… Вы знаете, я же до этой деятельности очень много давал бесплатных лекций и очень много организовал бесплатных экспедиций. Последняя экспедиция была «Легенда юга» – полтора тысячи человек. Это все бесплатно для них. А для меня я сам платил. Но в какой-то момент я понял, что качество аудитории зависит от того, насколько они готовы жертвовать чем-то. Я вот так это сформулировал, что качество… То, насколько люди хотят чего-то, зависит не от того, сколько они готовы заплатить, а то, чем готовы они пожертвовать. Заплатить за мечту, да, скажем? Это не только обязательно деньги, это еще время и энергии. Человек, если платит временем и энергии, он к этому событию лучше относится. И когда, занимаясь образовательными проектами, я понял, когда человек не задействован, не тратит свою энергию, время и деньги, то он знания не ценит. Проблема в том, что многие думают, что знания от учителя. На самом деле, знания от ученика. То есть никогда вы никого не научите, если он сам не готов. Вы вот приведете 10 гарвардских профессоров. Если он не готов, он ничего с этого не получит. Поэтому есть хорошая китайская пословица, которая гласит, когда ученик готов, придет и учитель. Так вот, когда я выставляю высокий ценник на все свои образовательные продукты, я ставлю фильтр, который отсекает всех людей, которые не готовы, которые считают это дорого, которые считают, что у меня боль не настолько большая, чтобы за такие деньги получать знания. Я отсекаю таких людей. В результате я имею качественную аудиторию. Аудиторию, которая ездит со мной на багги-тур, в кайдзен-клубе, они пишут, записывают каждое мое слово. И не просто записывают. Поскольку это бизнесмены, которые очень практичные люди, и они любые затраты хотят превратить в инвестиции, они сразу же применяют это в своей жизни. И меняют свои жизни. А нет такого, что человек заплатил 10 тысяч долларов за багги-туры, условно, неделю с вами, и он думает, так, я должен теперь эти 10 тысяч максимум информации. И вот он начинает там... Потому что многие думают, что это как будто в аренду вас взяли, и вот надо теперь вас распотрошить. Нет, это как раз и есть. Но при этом они пытаются больше не максимум информации взять, а именно больше понимания получить. И когда мы ездим на багги-туры, они с ручками, тетрадями, с диктофонами... Ты не представляешь, мы каждый завтрак, обед, ужин, это у меня двух-трехчасовая лекция там. Они задают кучу вопросов. Просто не... Любой вопрос можно задать? Да, любой вопрос. Любой? Да. И семейный, и личный? Любой. Ты знаешь, то, о чем я говорю, это, как правило, универсальные правила жизни, которые применимы как в бизнесе, так в политике, так и в общественной деятельности, в культуре и в семейной жизни в том числе. Потому что, если ты знаешь эти правила, эти законы, то ты эффективен везде. Ты не можешь быть на работе эффективен, а домой прийти и быть неэффективен. Не можешь. Эффективность – это основной закон природы. Основной закон. Животные, растения, люди – мы все живем на основе законов эффективности. Смысл закона эффективности в том, чтобы получать как можно больше результатов против затраченных минимума энергии. То есть энергия как ваши расходы, а результаты как результат. Чем больше вы результатов даете за меньшее количество энергии, тем более эффективны. Чем больше эффективны, тем больше шансов, что вы выживете. Если посмотреть канал Discovery, где животное охотится, тот же гепард, который развивает 115 км в час, который может догнать любую лань, любую антилопу, они лежат и ждут до последнего, пока антилопа не подойдет на минимально возможное расстояние. Хотя, что, скачи, ты можешь догнать любую. Нет. Ждут до последнего. Потому что эффективность. У нее может быть ошибка, ей нужно энергию сохранить для второго броска. Второй бросок может быть неэффективным для третьего броска. Поэтому экономит. Поэтому эффективность везде. И она управляет всем. И животным миром, и растительным миром. И, вы знаете, наша мораль построена на принципах эффективности. Быть вежливым, моральные принципы, не бей, не убей, не укради. Это что такое? Это законы, которые максимизируют возможность нашего сотрудничества. Я лучше 10 раз вам скажу спасибо, пожалуйста, до свидания, чем нахамлю, и потом мы с вами не будем ничего общего иметь. Поэтому вежливость это специальный инструмент, максимизирующий нашу возможность или вероятность нашей кооперации. То же самое уголовный кодекс. То же самое уголовный кодекс. То же самое... У вас это счастье будет, у вас в волосах паук. Можете так аккуратненько скинуть? То же самое это касается и уголовного кодекса, то же самое это касается и религии, религиозных законов. То есть мы все, весь мир... Основной закон этого мира это закон эффективности. Вы видите реально, как человек меняется? Вот скажем там, поехал он с вами в Дубай, да? Я не знаю, что там у вас в Дубае. Яхт-клубы? Да, и весь буткэмп. Да. Или, например, он поехал с вами на багги. Сейчас в Японию мы на игре. В Японию вы летите, да? То есть вы реально видите, что человек за неделю полностью может изменить свое мышление? Нет, мы... Я лично мало верю в чудеса. За неделю ничего не происходит. Для того, чтобы человеку поменять свою жизнь, ко мне приходят люди с запросами, хотят удвоить, утроить, упитерить свой бизнес. И хотят инструментов. Я говорю, нет. Первое, что вы должны сделать, попасть в правильную среду. Правильная среда – это основное. Вот если взять аналогию с велосипедистами, вы знаете, это пелетон, да? Да. Это научно доказано, что если ты внутри пелетона, ты на 30-40% меньше трачешь энергию, чем если ты вне пелетона. Поэтому вот нахождение в среде, или приводит... Один из моих учеников привел пример, когда свежий огурец в банку соленых огурцов вложь, и он через неделю становится соленым. Поэтому среда. Прежде всего среда. А я, например, из практики сказал, когда у меня спрашивают, в какую школу детей отдавать, я говорю, выбирайте не школу, выбирайте не учителей, а выбирайте среду. Потому что в некоторых школах дети заточены на обучении. И даже вы своего ребенка, двоечника туда дадите, через месяц он станет другим. Он будет хотеть учиться. Потому что дети гибкие в этом плане. А если вы дадите в школу, где хвастаются смартфонами, там, маникюром, на какой машине их привозят, отвозят, соответственно, они такими и станут. Поэтому прежде всего среда. И вот поэтому в Кайдзен-клубе мы создаем прежде всего среду, где человек хочет развиваться, хочет обучаться. И уже дальше мы даем уже инструменты. И он должен созреть же к этому. Ты знаешь, в среде он созревает быстрее. То есть он может быть абсолютно не готовым, но попасть в такую среду, и там у него начнутся какие-то бизнес-идения? Однозначно, однозначно. Мы люди, которые чувствуем безопасность, когда мы находимся в своей стае. И вот когда ты приходишь в нашу стаю и видишь, о чем мы говорим, видишь, к чему мы стремимся, что мы делаем, ты, может, неделю будешь молчать, потом тебя прорвет. Потом ты захочешь быть такой, такой, как мы. Потому что стая или сообщество дает чувство безопасности, чувство значимости, чувство самореализации и смысла жизни. И ты поймешь, вот это мое, вот я хочу быть такой. А вы сами у кого обучаетесь? Я сам, честно говоря, больше обучаюсь в жизни. У меня нет такого человека, у которого я бы обучался, потому что, более того, я боюсь влияния других людей, экспертов и так далее. Да? Да, потому что считаю, я лично считаю, что самое эффективное – это одиночество и размышление. Одиночество и размышление. То есть вы боитесь, что на вас повлияют какие-то люди и чужие мысли? Я боюсь приобрести те знания, которые не прошли через меня. Боюсь приобрести те знания, которые не прошли через меня. То есть через меня, чтобы знания прошли, во-первых, я должен это пережить, либо я должен сидеть, размышлять и прийти к этому путем своего умозаключения. Вот это для меня очень важно, потому что у меня есть критерии истинности знаний. У меня четыре критерия истинности знаний. То знание, которое я должен использовать как истину, оно должно соответствовать науке, должно соответствовать религии, должно соответствовать народным пословицам, поговоркам и должно соответствовать моему опыту и тому, что мои глаза видят. Если это знание соответствует этим четырем критериям, тогда я беру это как истину. И у меня есть целый список алгоритмов, я включаю в алгоритмы и стандарты. Я всю свою жизнь алгоритмизирую и стандартизирую. опять-таки это нужно для того чтобы не повторять ошибок у вас раньше было 12 птицы фабрик да по моему симар да яйца курочки зачем только не было до альянс банк что вы продаете сейчас я лично не ничего не продаю если брать говорить про товар если говорить про образовательную платформу это основной чем я сейчас занимаюсь во всех этих проектах я как инвестор причем больше как пассивный инвестор этом сильно не активничаю провожу один ваш образовательная платформа она не принадлежит вам не смотрите во всех остальных проектах я провожу один день в квартал чтобы контролировать у меня много проектов это и курятина этой яблоки это осталось это все да но там я инвестор там я один раз квартал такое время провожу изучая отчетность больше времени я трачу на образовательную платформу маргуан инфо где я сам акционер если брать образовательную платформу маргуан инфо что я здесь продаю то я считаю прежде всего что я продаю это первое это смысл жизни второе это эффективность это то что и третье уже инструменты для обеспечения для понимания и обретения смысла жизни и эффективности вот три вещи на чем я концентрирую а когда вы поняли что люди это новое золото что нужно вкладывать в людей ты знаешь я не исхожу людей ну как источник денег там и так далее поэтому ну люди нового зла что это намного надежнее скажем нежели там иметь банк который завтра это даже дело не в деньгах ты знаешь и даже дело не в деньгах я просто знаю что человек может быть счастливым среди людей и дело в том что вот смысл любого человека заключается в служении когда человек находит свою миссию я ребятам когда объясняю что такое миссия миссия-то прежде всего служения миссия-то прежде всего служения поэтому миссия всегда должна начинаться словами удовлетворение потребностей людей в чем и ты пишешь чем то есть служение людям служение людям да для верующих скажу что что для верующих миссия – это служение Всевышнему Аллаху. Но в исламе прямо говорится, что служение людям является одним из видов служения Всевышнему. Даже если вы уберете камень с тропы людей, то это будет считаться вашей молитвой. Супер! То есть камень с тропы людей. И после смерти человека, благо ему будет продолжать начисляться, если ты вам посадил дерево, в тени которого отдыхает человек, животное, птица и так далее. Либо если он оставил после себя ребенка, ну, говорится про сына, который читает намазы и делает благо для других людей. И третье, если он после себя оставил знания. Три вещи. Поэтому служение, миссия – это всегда служение. И здесь, ты знаешь, интересна такая вещь. Я размышлял над тем, что такое любовь. Любовь – это всегда жертвенность. Вот отличие любви от влюбленности, влюбленный человек он хочет иметь. Он хочет иметь, он хочет быть собственником. Поэтому он и ревнует, и он не отпускает, и много претензий предъявляет. Он смотрит на человека больше, как на товар, и говорит, вот ты не такой, вот ты такой и такой. А любовь – это жертва. Это ты, когда жертвуешь часть своей жизни в отношении другого человека. И ты не то, что его не меняешь, ты принимаешь его таким, какой он есть. Ты желаешь ему блага, даже если он будет не твоим. Любовь – это всегда жертва. Любовь – это всегда служение. Служение. То же самое миссия человека. Раз уж мы заговорили о любви, у вас супруга одна. И, судя по всему, вы однолюб. Нет, ты знаешь, семейная тема – это то, о чем я не люблю распространяться, вообще базово. И в этом плане не стоит меня идеализировать точно. Потому что если открыть все шкафы, которые у меня есть, там посыпется столько скелетов, что вы потеряете меру в человечество, вообще. Да? Хорошо, я не буду, окей. Я публичную семью не хочу пускать, потому что я верю в сглаз. А, ну все. Я просто еще очень боюсь, у многих публичных людей в семье плохо. Проблема всегда. Я, честно говоря, этого сильно боюсь. Поэтому вот есть я в публичном пространстве, меня бейте, хейтите, забрасывайте помидорами. А все, что дальше, это мое. Ваша вот образовательная сфера, она как-то влияет на ваших родственников, на братьев ваших родных, на племянников? Интересно, мои родственники не воспринимали вначале меня как коуча определенного. Ну, последние там полгода они уже сами тянутся, вот на этот кайзенслет, например, уже все мои племянники пришли. То есть они видят, что что-то происходит, что вокруг... Что люди вокруг меняются, кроме них, да? Да, и все как бы про меня говорят, и они думают, о, значит, наш дядя, в принципе, неплохой мужик. И вот заинтересованы уже, они как бы заинтересованы, начинают вовлекаться. А вот если ваши, например, родственники, да, ближайшие, захотят там вступить в Аманат, я не знаю, там, будут рваться в политику, вы будете их останавливать? Да нет, у меня даже есть прецедент, у меня невестка в партии Аманат, мы даже смеемся... Активная участница. Я даже смеюсь в семье, среди родственников и говорю, блин, опозорила весь наш лог. Но вы к этому нормально относитесь? Да нет, мы шутим над этим. Каждый человек имеет право на свободу своего мнения. Потому что просто многие думают, что вы прям оппонент власти. У вас есть враги в правительстве? И у меня нет врагов в правительстве. Во-первых, я не оппонент власти точно. Я оппонент всему неразумному и всему неэффективному. А что туда входит? Все понты, все это жополистство, все это бюрократия, коррупция, неэффективные действия, весь этот популизм. Это то, что меня тошнит от всего этого. Поэтому если власть вот эти качества показывает, свою гениальность, вождизм и так далее, я буду против всегда. Вот если депутат молодой Мадий Ахметов придет к вам в Кайдзен-клуб, как вы думаете, он изменится? Я уверен, что изменится. Потому что я очень сильно верю в эволюцию человека. И я верю в среду, в которой человек живет. Маргулан Калевич, кем вы видите себя через 5 лет, свое окружение, своих друзей, вот нашу страну? У вас же есть такое, знаете, чуйка или интуиция, вы можете как будто бы предсказывать. Вот это как раз таки не моя сильная сторона, потому что я мало верю в прогнозы. Будущее всегда приходит в таком виде, в котором мы не ожидаем. И будущее всегда не такое, как мы о нем думаем. И самое интересное, будущее чаще похоже на прошлое, чем на то, что мы думаем. То есть, я уверен, через 5 лет мы будем пользоваться смартфонами. Ничего не изменится. Я уверен, через 5 лет тоже будут блогеры, лидеры мнений и так далее, и так далее. То есть, основные вещи, технологии, все будет так же развиваться. Будет чуть больше роботов, будет больше искусственного интеллекта. Я уверен, что будет больше проблем ментальных у людей, больше психологических проблем. Потому что выбор растет. Каждый день нужно принимать много решений. Информация растет, все это давит, знание количества растет. Человек начинает теряться в этом мире, и он инстинктивно тянется к инфлюенсерам, потому что он хочет отдать на аутсорсинг принятие решений. Знание мельчает, потому что уже не надо знать фундаментальные вещи, как раньше. Раньше ты должен знать и физику, и химию, и математику, и так далее. А сейчас не надо, нет такой необходимости. Поэтому знание автоматически со временем начинает мельчать, потому что мы знание отдаем на аутсорсинг, гуглу. У нас гугл, что надо, вон зашел в гуглбек, набрал тебе ответ. Или википедия, сестра гугла. И ты там можешь получить. Соответственно, у людей нет необходимости в знаниях. Но меня пугает то, что хорошо, вы знания отдали на гугл, на википедию, но теперь вы же должны настроить свою голову как процессор для принятия решений. А для этого нужно туда установить программу. И вот это как раз таки то, чем я занимаюсь. Я уверен, что через 5-10 лет проблема людей в плане правильного мышления только усугубится. И поэтому я в этом даже вижу определенную миссию. Я верю, что в Казахстане, больше даже не верю, я надеюсь, что в Казахстане все будет тихо и стабильно. Я надеюсь, что президент Укаев досидит до конца своего срока. И я верю, что здравый смысл в Казахстане все-таки будет в большей цене, чем сейчас. И в большей цене, чем это сейчас на территории СНГ. Потому что люди просто отошли от здравого смысла. Ну, та же война в Украине. Но это ни в какие рамки просто не входит. И, ну, я по природе человек позитивный. Я жду от будущего только позитивных вещей. И ты знаешь, это всегда случается то, что ты выбираешь. То, что ты ждешь. И я не столько в этом плане прогнозист, сколько я знаю, что позитивное мышление – это не то, что там я думаю, что все будет хорошо. А просто я знаю, что бы ни случилось, я это восприму с позитивной точки зрения. Вот вы вчера говорили про mental wellness. Я была в Дубае, в музее будущего. И вот мы там первый этаж, там летающие машины, второй этаж, еще что-то. И вот на третий этаж я тоже зашла, и там как раз про mental wellness. И я подумала, ну, открывая этот музей, они наверняка там про все, про ресерчили, проверили. И вы вчера тоже об этом говорите. Я так понимаю, что это уже, ну, такой новый тренд, да. То есть мы будем все нуждаться в ментальном отдыхе. Не отдых. А в ментальном здоровье? И именно в ментальном благополучии. Потому что ментальное благополучие происходит от правильных установок и правильных убеждений, которые установлены. Понимаете, наш мозг как компьютерная система. Вот есть операционная система, iOS, Windows, Android, Linux, да, она основная. А есть приложения. Вот эти многие, которые дают лайфхаки и так далее, это приложения. Как настроить бухгалтерию в предприятии, как настроить логистику, продажи, маркетинг. Это все приложения. Но они будут криво-косо работать, если у тебя основная операционная система кривая. А проблема сейчас еще наступает в том, что люди вообще не имеют операционной системы, у них там каша в голове. И они могут вот так его наедине оставить, саму с собой дискутировать. Он сам себя в угол загонит, потому что высказывает прямо противоположные вещи. Поэтому моя задача именно работать над основной операционной системой. Здесь работает такое правило. Знание основных принципов освобождает от знания деталей. А, к сожалению, весь этот мир построен так, что они грузят тебя деталями. Я даже недавно читал одно исследование, что чем реже человек смотрит новости, тем объективнее его картинка мира. Супер. Интересное исследование. Потому что, получается, у человека нет критического мышления, и он подвержен чужому мнению, да? Ну, колбасит каждый день, каждый день. Если ты начнешь новости смотреть раз в месяц, то у тебя картинка мира будет более адекватная, чем если ты будешь смотреть каждый день. Я вот заметила, кто русские новости смотрит с утра до вечера. Они такие пропутинцы. Это капец, это отстал. И с ними очень тяжело говорить. Да, поэтому в моей ленте новостей очень мало. Вы вчера сами сказали, что вы недавно выступали на Алматы-арене. 9 тысяч человек. 8 тысяч человек. 8 тысяч человек. Где это видано, чтобы на бизнесмена приходило такое количество людей? Я провела во время пандемии 120 прямых эфиров. У меня там был и Пентасевич, и там Гандапас, и все-все-все. И они с удовольствием со мной выходили в эфир. Я понимаю, что не просто так, потому что они знают казахстанскую аудиторию. Наши казахи любят учиться. И вот то, что вы говорите, что сейчас у людей каша в голове, мне кажется, что они сейчас с этой кашей борются. Ну, ты знаешь, это не только казахи. Ну, казахстанцы, да. Например, в той аудитории, в которой я выступал, 8 тысяч человек. Там было 15 автобусов приехало с Кыргызстана, 10 автобусов с Узбекистана и кучу разных стран. Или возьмем наш Кайзен-клуб, 38 стран. 38 стран. И я сегодня встречался, ну, там, условно, Влад, он приехал с Тенрифа, с Канар. Есть ребята, там, также... Но это казахи, которые живут за рубежом? Нет, это украинцы, русские, узбеки, казахи, таджики, там, кыргызы. Все, там, с Лондона, с Испании, с Германии, с Турции, с Китая, с Кореи Южной. Отовсюду, отовсюду. Люди... Это в целом тренд. Это в целом тренд. Дело в том, что старые методы уже перестают работать, и люди ищут новые инструменты. Что нужно сделать, чтобы вновь обрести эффективность? Это, ну, если ты хочешь, это способ выживания. Потому что среда изменилась, старые инструменты уже не обеспечивают выживание. И люди ищут новые способы. Потому что сейчас бизнес в основном в онлайн, новый маркетинг, новые инструменты и так далее. А как жить в этих условиях? Все очень быстро, все динамично, все устаревает. Соответственно, люди вынуждены учиться. Сейчас учение уже не блажь. Life long learning – это обучение в течение всей жизни. Это уже не блажь, а первая необходимость. И в этом плане я то, что до этого еще в 18-17 году говорил, у меня даже лекция есть в Мои, о вреде лишних знаний. Проблема в том, что люди советских времен, мы привыкли накапливать знания. И у нас так круто, если у тебя библиотека дома полная книг, и ты много знаешь. На самом деле, мы воспринимали знания, в то время не было носителей, мы воспринимали голову как сервер для хранения знаний. А на самом деле, голова – это процессор для принятия решений. И чтобы процессор хорошо работал, он должен быть пустой. Если заметил, любой твой гаджет, смартфон, либо компьютер, там есть основная память и оперативное запоминающее устройство – ОЗУ. И у ОЗУ память очень маленькая. И он просто помогает процессору. Так вот и в голове человека. Чем пустой у тебя процессор, тем быстрее он принимает решения. Так вот, для того, чтобы голова работала как процессор, ты должен в голове минимум держать знаний, потому что ты знания можешь получить в Гугле, в Википедии и так далее. Но твой основной скилл должен быть умение принимать правильные решения. Вот это очень важно. Это как раз таки то, чему я учу. И люди сейчас видят, что мир меняется очень быстро, им надо принимать решения, а у них нету программ, как быстро принимать решения. И это вопрос выживания. Поэтому они все учатся. Поэтому они хотят узнать что-то новое, новый инструмент, новые подходы, новый взгляд и так далее. И это не было, что вдруг люди решили сбиваться в сообщество, учиться и так далее. Это необходимость, требуемая для того, чтобы выживать. То, что в Америке делали лет 30 назад, да? Ну, не 30, но лет 15-20. Лет 15 назад. То есть они же раньше это начали? Они раньше, да. Но при этом этот тренд не затухает. До сих пор у них залы, залы, залы. Тони Робинс в году, оказывается, 12 стран обижает. Офигеть. Мне кажется, что вы тоже будете казахский Тони Робинс. Да, такой цели нет. Но если будет, будет. Последний вопрос. У вас раньше были яхты. Сколько метров у вас яхта была? 70 метров, одна яхта. 70 метров, одна яхта. Самолет у вас был? Всего одна. И самолет был всего один. Один самолет. Тик. Потом что у вас еще было? Три вертолётика. Три вертолётика. Подводная лодка на яхте была. Подводная лодка. Да. Нельзя вот просто яхт, нужно еще подводную лодку. Да, обязательно. Это же как дети. Мужчины, это как дети. Это сколько вам лет было? Это было 40 лет. Слушайте, ну это кайф, да? В 40 лет все это иметь. Да. Сейчас что-нибудь из этого осталось? Нет, ничего не осталось, кроме вертолёта. Кстати, вертолёт я на прошлой неделе продал. Но не из-за того, что совсем. Я хочу просто купить новый. А куда вы летаете на вертолёте? Казахстан – это страна малой авиации. Здесь такие расстояния, и на машине гораздо опаснее. Поэтому я летаю к себе на хозяйство, в Палматинской области, я летаю в Бетпагдалу, я летаю в Астану. Не в город Астану, а в Степь. То есть это вещь, вертолёт в хозяйстве – вещь нужная. Но сейчас вы же себе можете позволить снова яхту купить, самолёт? Позволить ещё не могу. Но арендовать могу. И даже если бы я мог себе позволить, я бы не стал это делать. Вернее, смотри, позволить я сейчас себе могу, но это сильно ударит по моему финансовому состоянию. Потому что всё-таки яхта, я на тот момент, когда брал, это 70 миллионов плюс самолёт, 30 миллионов, 32 миллиона, 102 миллиона просто выкинуть. Для меня это сейчас больно. Не могу сказать, что не могу позволить, но для меня это больно сейчас. Ну, летаете, например, когда, не знаю, в Астану или в Дубае вы на… Только рейсовым самолётом. Рейсовым. Ты знаешь, я не любил бренды. Я человек сугубо практичный, даже в то время тоже был практичный. Я не верю. Неужели у вас не было бренда? Не, у меня бренды были, но они… Ты знаешь, как это выглядит? Условно, я в прошлом году, когда в Украине работал, я остановился в отеле Intercontinental и вышел, и на улице холодно мне нужно было купить жилетку. Я зашел в магазин, который там при отеле, купил жилетку, купил ремень, брюки, купил это. Оказывается, все это Лоропиано, и у меня это вышло там что-то около 20 тысяч долларов. Вы прям не видели, что написано Лоропиано. Нет, это бутик, там все было. А, мультибренд. Мультибренд. И когда я купил, там около 20 тысяч долларов. Я просто взял кредитку, заплатил, и все. И мне пофиг было, что ремень от Бриони, это от Лоропиано, еще чего-то. Вам нужно было просто одеться тепло. И мне пофиг было на цену. Вот это для меня важно, потому что есть такое понятие, как финансовая свобода. Финансовая свобода – это когда ты можешь позволить жить той жизнью, которой ты хочешь, не глядя на цену. И я купил, а просто оказалось, что все бренды. Это не специально, там коллекция, какая-то прошлогодняя, этого года, мне пофиг. Просто бренды реально делают качественные вещи. Другое дело, что цена там тоже такая атомная. Поэтому на бренды я мало обращаю внимания, и беру только практичные вещи. И, кстати, много вещей я ношу до дыр. До дыр, да? Ну, сейчас я вот вижу, что вы в новой своей коллекции, которую вы сделали с Марином Адди. Это ваша коллаборация. Да, сейчас это коллекция Марином Адди. Классная коллекция, мне нравится. Брюки тоже, да, из Марином Адди? Это Марином Адди, да. Ну, Маргулан. Они для нас сделали. И брюки тоже Марином Адди. А, кстати, вот кроссовки, это сам Гао. Это парень, который приехал с Китая, и у него цех в Астане. Он приехал, у меня дома снял мерки, сделал. Классные кроссовки, выглядят очень хорошо. То есть у вас все получается... Все казахстанское. Ну, оно же производится во Франции. Это в Турции, да. Во Франции в Виталии, да. Да, потому что это наша коллаборация. И, кстати, мы выставили сейчас на САКС. На САКС, Фивз Авеню, и продажи хорошо идут. И еще мы это выставляем в нашем интернет-магазине Маргулан Инфо. А чья это была идея? Эта идея была моя, потому что я считал, что нам нужен интернет-магазин, где мы будем продавать свой мерч и свою коллаборацию. И я хотел еще выпускать те вещи, которые сам не нахожу в жизни. Вот, например, я сам разработал жилетку, с электроподогревом, с отстегивающимися рукавами и капюшоном. И знаете, как классно в экспедиции где-то, в путешествиях, вечером холодно, ты одел жилетку. А что там? Она внутри еще блестящая такая. Ты включаешь... Подогрев? М, ты включаешь. Красная – это 45-50 градусов. Включая второй раз синяя – 45-45 градусов. Белая – 35-40 градусов. Это можно запатентовать? Да нет, это не так, чтобы я первооткрывательный. Но очень комфортно, тепло, когда куртка тебя греет. И вот я думал, создам магазин, и там буду продавать те вещи, которые я сам люблю, и того, чего я сам не могу найти. Но это бизнес все равно. Да нет, у нас в интернет-магазине сейчас продажи все за лучи, не за деньги. Луч – это наша внутренняя валюта. Именно для членов нашего сообщества. То есть можно купить вашу одежду в Саксио за деньги, а в Кайзен-клубе – за лучи? Да, в нашем интернет-магазине только за лучи. А что это за такое лучи? Лучи – это такая игровая валюта для нашего сообщества, Кайзен-сообщества, для нашего Кайзен-клуба. Каждое утро, вы когда просыпаетесь, вам идет начисление лучей. Например, для члена Кайзен-клуба – 5 лучей. Для волонтера – плюс 2 сверху. Для Кайзен-сообщества – 1 луч в день. Это начисляется вам за то, что вы с нами. А потом за эти лучи вы можете купить любой наш продукт, либо любой наш товар в интернет-магазине. И можете вознаградить любого участника нашего сообщества. Например, сегодня выступил хорошо там условно Хуан Шумба или Армандовский байер. Вы можете ему 10 лучей. А сколько у меня изначально лучей? Изначально у вас ноль, но… Но кто-то может мне подкинуть. Да, нет, просто с вами начинается. Вот, например, вы купили членство в Кайзен-клубе, вам сразу начисляется, там, я не помню, около 5 или 10% от стоимости в лучах. Вы купили баги-тур, вам сразу какая-то сумма от стоимости. Типа, как кэшбэк. Но еще начисляется каждый день. И что хорошо, вот у нас цены Кайзен-клуба, например, все друг друга в аэропорту встречают, вводят в ресторан, на завтрак и т.д. И они так. А чтобы, представь, что ты меня проводила в аэропорту, мне неудобно тебе предлагать деньги, да? Да, да. Но хочется как-то отблагодарить. А как-то сказать отблагодарить? Я тебе говорю, Динара, вот тебе 10 лучей в карму. Да, я пошла и купила себе футболочку. И по мере роста твоих количеств лучей, у тебя кошелек осветляется. Оргулан Каревич, что-то у меня такое ощущение, как будто вы свою эту планету создаете, у вас там будет своя криптовалюта. Это игра. Ну вот как вы мечтаете, чтобы сколько людей было в вашем сообществе? Не имеет значения. Я не гоню за цифровыми показателями, я всегда гоню только за качеством. Но вы еще помогаете родным же? Да, конечно. Своим детям полностью все обеспечили? Ну смотрите, я считаю, обязанность родителей это дать крышу над головой, хорошее образование. И третье, попытаться сделать так, чтобы дети нашли свой икигай, или то, что является их предназначением, их любимое дело. Это основа. Плюс мне нравится высказывание Уорена Баффета, которое сказалось, что я оставлю детям ровно столько, чтобы они не могли не работать, но при этом могли заниматься любимым делом. То есть интересно, чтобы они не могли не работать. То есть если оставишь много, они могут не работать. Это их испортит. Но если оставишь мало, они будут заняты выживанием и не будут заниматься любимым делом. Поэтому есть определенная такая мера, и я придерживаюсь этому. Придерживаюсь этого. И еще один вопрос, точно последний. Вы же являетесь совладельцем Халибери Алматы и ТАМОС, да, школой? Да, я акционер, но мы все деньги потратили как благотворительность. То есть мы оттуда ничего не получаем. А, то есть вы просто дали деньги на строительство этой школы? Да, я дал 8,5 миллионов долларов. И это просто в один конец. Я просто отдал, и всю прибыль школа расходует на создание эндаумент-фонда для оплаты учителей. То есть вас попросили или вы так сами решили? Нет, это мы, друзья, объединились и сделали. Супер. Это было классное интервью, которое, по-моему, не нуждается ни в каком монтаже. Спасибо.